Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Андрей Макаров и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Только в столице на пожары ИЧС спасатели с начала года совершили уже более 1800 выездов. На пожарах погибли 17 человек, в том числе и один ребенок. 28 человек, из них двое детей пострадало. Работниками МЧС из опасных зон было спасено и эвакуировано более 1800 человек. О том, какой была ушедшая неделя для столичных спасателей, я расскажу вам прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Горячий выдалась ночь у столичных бойцов МЧС с понедельника на вторник. О пожаре в частном доме по 4-му Подольскому переулку на 101 сообщили очевидцы. Спасатели прибыли оперативно, но очевидно пожар обнаружили слишком поздно и огонь успел разгуляться. На момент приезда подразделения МЧС пламя почти полностью охватило строение. Когда пламя наконец усмирили, под обломками спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины. Сейчас правоохранители отрабатывают сразу несколько версий произошедшего. Среди них неосторожное обращение с огнем при курении, поджог и короткое замыкание электропроводки. Хочется еще раз напомнить всем радиослушателям. Не курите в постели, не допускайте перегрузку электросети и своевременно ремонтируйте электропроводки. В среду помощь спасателей потребовалась застрявшему в батарее коту. Около полудня по номеру 101 поступил звонок от жительницы дома на Игуменском тракте. Лапу ее питомца из радиатора отопления удалось высвободить только с помощью специального инструмента. Животное не пострадало. В четверг рано утром на улице Якубовского и заброшенного сверху окурка загорелся балкон на 9 этаже 12 этажки. Огонь повредил оконную раму, натяжной потолок в жилой комнате и имущество в квартире. В этот раз, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Хозяйка квартиры с отравлением продуктами горения и ожогами обеих рук была госпитализирована. И снова риторический вопрос. Когда, наконец, курильщики поймут, что небрежно брошенная сигарета серьезно угрожает безопасности окружающих их людей? Минск чрезвычайный. У природы нет плохой погоды. Хотя далеко не все теперь согласятся с этим утверждением, глядя на последствия урагана, пронесшегося в среду по столице. В результате шквальстого ветра только в Минске было повалено более 4000 деревьев. Повреждено более 300 автомобилей. Без крыши над головой остались жители в двух десятках домов. Без света и воды на некоторое время остались 4 столичных района. 26 человек были травмированы и обратились за медпомощью. На улицах частично было парализовано движение. Ливень подтопил 45 участков дорог. Всего за сутки в столичную службу МЧС на номер 101 поступило более 2000 заявок. Спасатели в первую очередь выезжали туда, где была реальная угроза жизни и здоровью граждан. Всю оставшуюся неделю аварийные и коммунальные службы приводили город в порядок. Минск чрезвычайно. Несчастный случай произошел в субботу в доме на проспекте газеты «Правда». Спасателям пришлось вызволять из вентиляционной шахты 68-летнего жителя. Как выяснилось, накануне вечером мужчина решил самостоятельно провести работы по перепланировке вентиляционного канала в квартире. В какой-то момент пенсионер упал в шахту и пролетел до первого этажа. Соседи, услышав странные звуки за стеной, вызвали бойцов МЧС. Спасатели вызвали пострадавшего и передали медикам. Но спасти пенсионера не удалось. Также в этот день из-за детской шалости с огнем в квартире на улице Шпилевского загорелся балкон. Оперативно прибывшие спасатели-пожарные ликвидировали загорание имущества на балконе квартиры, расположенной на девятом этаже девятиэтажного жилого дома. Однако огонь все же успел повредить имущество, балконную раму, копоти досталось в жилой комнате. МЧС призывает родителей, не оставляйте детей одних и не разрешайте им играть со спичками. Минск чрезвычайный. Похоже, встреча с бойцами МЧС становится привычным делом для жильцов одной из квартир дома по проспекту Победителей. За пять дней пожарные расчеты выезжали по этому адресу дважды. В последнем случае, который произошел в воскресенье вечером, Помимо спасения имущества, огнеборцам пришлось спасать из огня 45-летнего сына хозяина апартаментов. Во время пожара, находясь в изрядном подпитии, мужчина спал. Выбраться из квартиры в таком состоянии самостоятельно он, конечно, не мог. Предположительно, погорелец как раз и является виновником ЧП. Вероятно, мужчина курил в помещении. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ожоги головы первой и второй степени и отравление продуктами горения. Задумаются ли, наконец, жильцы злополучной квартиры. В следующий раз может произойти непоправимое. Ведь, как показывает статистика, более 90% погибших на пожарах находились в нетрезвом состоянии и курили в постели. Вот такой для столичных спасателей выдалась прошедшая неделя. Берегите себя и своих близких. Помните, ваша безопасность в ваших руках. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Продолжение следует...